В эфире «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! В российских вузах завершен прием документов. Совсем скоро счастливчики увидят свои фамилии в списках поступивших. О самых популярных специальностях в высших учебных заведениях Поморской столицы узнала наша съемочная группа. Заявления на поступление в СГМУ подали более 2000 человек, однако бюджетных мест в вузе лишь 390. В среднем конкурс в Северном медицинском университете составил 5 человек на место, что значительно превышает показатели прошлого года. Наиболее востребованными специальностями традиционно являются факультет лечебное дело, то есть на лечебный факультет большое количество заявлений, стоматологический, педиатрический факультет, кстати, обогнал в этом году лечебный и стоматологический. Кроме того, в этом году не бывалый поток заявлений на факультет клинической психологии, где по заявлениям 17 человек на место. Несмотря на то, что количество средних баллов по результатам единого госэкзамена в целом по России в этом году заметно снизилось, поводов для беспокойства у специалистов нет. Контроль за сдачей единого госэкзамена усилился, поэтому естественно, что в течение этого периода количество баллов средних по ЕГЭ несколько снизилось в этом году. У нас примерно цифры такие же, как в прошлом году. С высокими показателями по результатам ЕГЭ пришли абитуриенты в Северный Арктический федеральный университет. Всего заявлений в этот вуз подали более 10 тысяч человек. Самые востребованные среди вчерашних школьников такие направления, как юриспруденция, экономика, история и международные отношения. Уже второй год много заявлений поступает, и высокие конкурсы на педагогических направлениях. Но, например, по этому году хотелось бы отметить, что довольно высокие конкурсы по заявлениям на таких направлениях подготовки, как электроэнергетика и электротехника, строительство, строительство уникальных зданий и сооружений, нефтегазовое дело. В этом году есть поступающие из Мурманска, Орска, Ейска. Около 30 заявлений подано от жителей Армении, Таджикистана, 3 заявления от граждан Донецкой и Луганской областей Украины. Результаты поступления будут известны совсем скоро, 5 августа. Инга Швецова, Алексей Шаршов, Панорама Севера. К другим темам. Еще недавно здание на улице Листехнической 1, что в Максанском округе Архангельска, было полностью заброшено. Когда-то здесь располагалось профтехучилище. После закрытия учебного заведения помещение пустовали. Жители Маймакса вместе с депутатом Гурдумы Романом Зариповым обратились к мэру Виктору Павленко с просьбой обустроить там спорткомплекс. И совсем скоро спортшкола «Каскад» откроет в нем два зала – тренажерные и для занятий единоборствами. Восстановить здание и сделать здесь спортивные залы городоначальник поручил уже в этом году в рамках специальной городской программы. Основной объем работ – это замена окон и отделка помещений, укладка специального напольного покрытия. В настоящее время идет к завершению, движется ремонт внутренних помещений. То есть оборудование стен, покраска, навесной потолок. Скоро мы будем ремонтировать крыльца. И плюс еще у нас впереди – это полностью замена всего электрооборудования. Сделать предстоит и новую систему отопления. А современные тренажеры, кстати, уже на месте. Финансируется ремонт за счет средств городского бюджета, выделенных мэром Архангельска. Эта сумма – более 3,5 миллионов рублей. Так, срок у нас, сдача когда? Николай Николаевич, 1 сентября, приветик. Привет, отлично. Немаловажно, что при проведении конкурсов школа сэкономила более 600 тысяч рублей. Эти средства также пошли на обустройство спорткомплекса, заниматься в котором будет не менее 300 ребят и взрослых. В здании расположится зал единоборств с ковром, рингом, боксерскими грушами, а также зал атлетической гимнастики. Одним словом, все, что поможет сделать образ жизни моемоксанцев по-настоящему здоровым. Мария Воробьева, Артемий Заварзин, Алексей Шаршов, Олег Ширяев. Панорама Севера. 19 августа на рассмотрение регионального правительства будет вынесен проект нового областного закона об организации местного самоуправления. Времени до окончания его разработки остается все меньше, а споров о нововведениях все больше. Сломать проверенную временем систему управления городом, разделив его на несколько районов со своими штатами работников. Таковы перестроечные планы областного правительства. Региональная власть также предлагает ввести институт сити-менеджера, назначать которого будет губернатор. Но самое странное с точки зрения людей инициатива – отнять у архангелогородцев право избирать мэра всенародно. Я, насколько знаю, в ряде регионов нашей страны был проведен такой опыт по введению сити-менеджеров и по передачам телевидения. Ни в одном из регионов этот институт себя не оправдал. Потому что сити-менеджер – человек, наемный работник. Он не несет никакой моральной ответственности перед жителями города, потому что его не избирали, а его назначали. Миссия назначенца, по версии разработчиков обновленного закона, заключается в стратегическом планировании, умении привлекать инвестиции и изыскывать ресурсы. Однако все эти умения и навыки априори должны быть у любого руководителя любого города. А иначе как ремонтировать дороги, строить жилье и выполнять обязательства перед избирателями? К тому же, если многочисленные задачи муниципальной власти никак не подкреплены деньгами, вряд ли введение новой должности вместо мэра увеличит темпы строительства новых дорог и жилья. Нельзя исключить и корыстный интерес этого сети-менеджера, назначенного олигархическими группами, с вполне определенными целями. Растащите без того скудный городской бюджет по своим карманам. И самое важное, по мнению экспертов, введение института сети-менеджера и отмена прямых выборов мэра ставят под угрозу как легитимность власти, так и сохранение управляемости сложным коммунальным хозяйством. Город – это большой дом, в котором надо, извиняюсь, и печки топить, и дрова рубить, и все это заготовлять, и чтобы печка работала, то есть канализация в городе и водопровод, чтобы все это работало. А если сети-менеджер будет, извините меня, ввести политику города, распоряжаться финансами, то что будет делать тот человек, который будет сидеть на хозяйстве? – А я так понимаю, это будет новоиспеченный мэр. То есть он будет полностью зависеть от того человека, которого назначат. Он будет обязан выполнять его распоряжение. В угоду это городу или нет, это уже будет вторично. – Я, конечно, целиком за то, чтобы оставить все по-прежнему. Конечно, оставить мэра, тем более мы его уважаем, мы его поддерживаем, он нас понимает. Оставить совет депутатов, как есть, председателям. И, по-моему, не надо никакого менеджера, сети-менеджера. Мне кажется, что все оставить по-старому. В целом изменения в законодательстве предполагают реализацию разных вариантов организации местного самоуправления, прежде всего в городских округах. Но ни одна из моделей не является обязательной и единственной верной. Таким образом, депутаты областного собрания, принимая региональный закон, могут оставить нынешнюю систему, выборность мэра, депутатов и единый городской округ, без изменений. Это будет соответствовать целям, для которых и существует местное самоуправление. Ведь структура его органов, согласно Конституции, определяется населением самостоятельно. В рамках федеральной целевой программы развития российских космодромов в Мирном активно ведется строительство важных объектов инфраструктуры. Один из самых долгожданных – путепровод. В конце июля его посетил глава администрации Мирного Сергей Соколов. Идея сооружения путепровода возникла уже давно. В 2010 году приступили к строительству, которое все это время шло с переменным успехом. Были перерывы из-за недостаточного финансирования и долгие переговоры по поводу переноса газовой трубы, которая проходила в зоне строительных работ. Окончание строительства путепровода ждут без исключения все жители города. Ведь оно позволит автомобилистам и пассажирам не стоять в томительном ожидании на переезде через железную дорогу в Плесецк или пробках перед действующим КПП. Сейчас уже можно говорить о том, что работы находятся в завершающей стадии. И долгожданное открытие уже не за горами. Что касается планируемой сдачи всего объекта, изначально запланировано октябрь месяц. На сегодня вопросов, которые бы нас мешали нам или сдерживали, нет. Обсуждается вопрос поэтапного ввода путепровода в эксплуатацию. Это уже прерогатива областного руководства. Возможно, пойдем по такому этапу. Введем сначала первую часть, два съезда, и затем будем уже в октябре месяце доделывать все остальное. Путепровод проходит над железнодорожной веткой и над автодорогой Плесецк-Архангельск. В первоначальном проекте стоянка была рассчитана на 25 машин, но по просьбе командования космодрома ее увеличили в два раза. В технической документации обозначены четыре развязки в сторону Архангельска и Плесецка. На сегодняшний момент объект готов к сдаче на 80%. Осталось провести освещение и дорожную разметку. Силами спецстроя России активно строится новое здание контрольно-пропускного пункта. Здесь уже ведутся отделочные работы. Вынужденным переселенцам из Украины помогают все – власть, социальные службы, простые граждане и люди с ограниченными возможностями. На прошлой неделе Новодвинская общественная организация инвалидов устроила чаепитие для беженцев. Узнав о том, что в нашем городе поселились беженцы из Украины, Ольга Яковлева совместно с другими членами общественной организации инвалидов устроили чаепитие для вынужденных переселенцев. Мы очень хотели встретиться с этими семьями и с этими людьми. Но как раз у нас проходит проект, программа и проект называется «Мария искусница», где мы показываем, делимся опытом изделиями северной кулинарии. У вас на Украине своя кулинария, у нас на севере своя кулинария. Ну и вот в рамках этого мероприятия мы хотели пригласить вас, пригласили, вы пришли, поделиться своим северным теплом, угостить вас кулинарными изделиями, показать, как у нас они делают, сама мастер-класс небольшой. А у нас на севере такие пироги любят? Кулибяка. Истрески. И как нас называют? Истресками. Архангельские трескаебы. Вот мы сегодня вас и будем угощать истресками кулибячками и стрески. Гостям показали мастер-классы по изготовлению северных изделий, таких как шаньки, рыбники, кулебяки, калитки. После проведения мастер-класса в гости попробовали северные изделия. Ароматные пироги с лесными ягодами и морской рыбой пришлись по вкусу всем. Очень вкусные пироги, очень гостеприимные люди, очень приятно с ними общаться. Мне, конечно, очень приятно, что нас очень тепло приняли. Но всё-таки своё ближе хочется очень домой. Очень хочется домой. Оказывать помощь переселенцам будут до тех пор, пока они находятся в России и будут в ней нуждаться. Продолжит выпуск новостной дайджест информации короткой строкой. Установлены причины возгорания мечети в Архангельске, произошедшего 17 июля. Умышленный поджог. На сегодняшний день материалы проверки дознавателей переданы следственным органам внутренних дел по городу Архангельску. По факту пожара мечети возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». 31 августа заканчивается акция по раннему выявлению рака груди у женщин. Врачи мамолги из Санкт-Петербурга и Архангельской области проводят бесплатный клинический осмотр и мамографическое обследование. Приём проводится без предварительной записи, включительно по 31 июля с 10 до 19 часов. В Архангельской клинической поликлинике номер 2 и Архангельской городской клинической больнице номер 7. В Архангельской области подведены итоги второго этапа профилактической операции «Подросток-2014 Белые ночи». Проверялись досуговые и торговые учреждения, детские оздоровительные лагеря и объекты транспорта для выявлений беспризорных подростков, а также лиц, вовлекающих их в противоправные действия. Кроме этого, полицейские провели беседы с подростками о проблемах наркомании и наркопреступности. В учебном центре УФСИН России в Архангельской области проходит профессиональную переподготовку специалисты-кинологи. В течение трех месяцев кинологи со своими питомцами будут учиться искать наркотические вещества, после чего получат аттестацию и отправятся служить в исправительной колонии. В этот раз, кроме немецких овчарок, на обучение прибыли русские спаниели, английские и американские кокер-спаниели. Сегодня 30 июля, Международный день дружбы. Один из тех праздников, который появился не так давно, но уже полюбился многим. Друг – это одна душа, живущая в двух телах, говорил Сократ. У многих из нас есть друзья, дружбу с которыми мы ценим и бережем, даже если они живут на другом конце планеты. И сегодня мы задали Архангелогородцам простой вопрос. Что вы цените в своих друзьях, которые далеко от вас? У меня есть подруга из города Ростов-на-Дону. Я ценю ее за то, что она очень веселая, всегда жизнерадостный и такой креативный очень человек. У меня есть друг, он из города Шенкурска, мы далеко уже с ним виделись. Всегда поддерживаем связь в ВКонтакте, в Скайпе. Мы дружили и не перестаем дружить просто на расстоянии. Если я его увижу, мое отношение к нему не изменится. У меня есть подруга Ольга, подруга Людмила. Они живут в Москве. Я их ценю просто потому, что они мои подруги. Так же, как и любишь человека, наверное, не за что-то. Просто любишь, просто дружишь. У меня есть подруга Серафима, и она живет в Нижнем Новгороде. И мне она очень нравится, потому что она очень хороший друг, и она меня всегда выручала в трудной ситуации. У меня есть друг Вася, он живет в Московской области. И я его ценю за то, что у него отличные качества друга. Он очень близкий мне по духу и вообще замечательный человек. У меня есть настоящий друг, он живет в Хабаровске. Его зовут Николай Соснов. Он служил на Тихоокеанском флоте. Я думаю, что таких друзей не каждый может похвастаться с таким другом, про которого я говорю. Потому что он за меня и в огонь, и в воду. Вот такой человек. Сейчас обзор свежей прессы. Главная тема на этой неделе – как реформа системы местного самоуправления скажется на будущем Архангельска. Почему на встрече в Архангельской гордуме представители партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Родина, руководители Новодвинска и Приморского района высказались против разделения Архангельска на районы, за сохранение прямых выборов мэра и против введения должности сити-менеджера. Читайте в свежем номере. Судьба 300 аварийных домов, не попавших в федеральную программу расселения и исключенных из региональной программы капремонта, по закону теперь зависит от правительства области. Подробности в материале «Жители деревяшек ждут квартир». А из интервью с директором Департамента градостроительства мэрии Яном Кудряшовым вы узнаете о том, как муниципалитет готовится к участию в программе «Жилье для российской семьи». Газета продолжает рассказывать о ходе дорожного ремонта в Архангельске. Вы прочитаете о том, почему развитие спортивной базы областного центра остаётся в числе бюджетных приоритетов и открытие каких объектов даст второе дыхание спортивной жизни на окраинах Архангельска. В чём особенность круглосуточного канала ПС и за что его ценят зрители? Газета публикует телепрограмму, в том числе канала ПС и страницу поздравлений. Бесплатную городскую газету «Архангельск, город воинской славы» спрашивайте в киосках Роспечати. Газету бесплатно можно взять в культурных центрах, социальных учреждениях, поликлиниках, больницах и магазинах. Газета «Архангельск, город воинской славы». Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем. Вся яркая палитра города на телеканале ПС в рубрике «Открытый город» анонс прямого эфира на 2 августа. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. 2 августа пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню воздушно-десантных войск. На площади мира у монумента Вечного огня в 12 часов начнётся торжественный митинг. Затем пройдёт показательное десантирование парашютистов Архангельской региональной поисково-спасательной базы на берегу Северной Двины. А подарком для горожан станет концерт ансамбля Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота». Прямая трансляция праздника состоится на телеканале ПС. Летний молодёжный марафон «Здоровый Архангельск» проходит в эти дни в поморской столице. Сегодня утром в его рамках прошла «Зарядка с чемпионом». В ритме спорта она объединила около полусотни архангелогородцев. Зарядку сделала и наша съёмочная группа. Архангелогородцы пришли сегодня на набережную Северной Двины не за рекордами. Каждый из них уверен, физкультура – это полезно, а «Зарядка с чемпионом» ещё и интересна. В спорте для Глеба Писаревского нет никаких препятствий и трудностей, ведь он тяжелоатлет – бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах. Для северян именитый земляк сегодня в роли физрука, а помогает ему в этом мастер спорта по греко-римской борьбе Эраст Палкин. У нас, во-первых, север, солнца мало, энергии мало, а «Зарядка» всегда придаёт энергии, мы просыпаемся, просыпается организм, и для работоспособности организму на весь день – это полезно очень. Прилив энергии и положительных эмоций получил участник «Зарядки с чемпионом» Дмитрий Кубышев, для которого спорт – это образ жизни. Каждое утро молодой человек начинает с традиционного бега по набережной и комплекса упражнений. Мне понравилась «Зарядка», она прошла хорошо, погода закалила наш дух, а «Зарядка» – тело. Специалисты утверждают, такая утренняя «Зарядка» полезна всем – от мала до велика. Она нормализует кровообращение и обеспечивает бодрость духа на весь день. Люди, которые пришли, были заряжены, чтобы сделать комплекс упражнений, которые только им будут на пользу. А свежий воздух – это ещё и дополнительный кислород для работы мозга. Поэтому, пока позволяют погодные условия, спортивный зал лучше заменить комплексом упражнений на улице. Инга Швецова, Владимир Орулов, «Панорама Севера». В заключении выпуска информация о курсе валют на 31 июля. По данным Центробанка на 31 июля, доллар США – 35 рублей 73 копейки. Евро – 47 рублей 90 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». Телефон редакции телеканала ПС 639 720. Напомню, нас можно увидеть и в интернете на портале Правда Севера.ру. Я, Лена Гончарова, с вами не прощаюсь. Увидимся через пару минут в программе «В центре внимания». У нас в гостях заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. В Вельске 31 июля ожидается переменная облачность, температура воздуха от 18 до 23 градусов. В Котласе от 17 до 21 градуса. В Мирном переменная облачность 18-22 выше 0. В Новодвинске ясная погода от 18 до 20 градусов тепла. В Архангельске 31 июля переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений слабый, днем до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 5-8, днем 21-24 выше 0. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем падать. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова